поедем делать обзорную экскурсию для вас на нашем офисе сейчас проедем по деревне по улице мы сделаем краткий обзор кто где находится кота не будем брать а он хочет поедем едем так вот наша деревня едем по улице центральной справа от нас живет дима киндежский брат мой проводник людей вводит а здесь у нас оздоровительный центр солеволис называется гостиница по золотому сечению стоят у них там несколько домов построены юрта есть здесь вот дома вот здесь мекандр ильин живет на смешанный житель дедушка пожилой здесь бабу поле с правой стороны бывший работник нашей на пенсии только михайлов с полом александровичем медицинский медицинский да здесь мама его жила сейчас дома строится здесь позже бывший жилка живет на пенсии пенсионер пенсионер живет да здесь шурик конышев мы потом назад проедем то есть сразу так вот здесь александра степан мариныча дом здесь шура афонина и сейчас здесь живет станислав репер основатель славянское движение здесь у нас деревню здесь вот степанюк сергей тут жил володя смехатов здесь вот данный момент это трапезная летом она работает вроде как трапезная кафешка магазинчик магазинчик сувенирный да так вот здесь вот это уже новые дома построили буквально пять лет назад где-то в течение пяти лет пожалуйста обратите внимание слева дома закончились дома закончились здесь вот подставили подстанцию то есть деревня расширяется мощностей электрических не хватает поэтому сделали подстанцию и поведут следующую линию туда дальше здесь вот гена кроль сейчас он живет в деревне то на то в соседней а здесь вот церковь ушка вот так периодически батюшка да батюшка приезжает проводит службы здесь раньше жил это александр шершнев уехал на алтай вот потом продал здесь православная община да там один работник нефтезавода живет работает дача его ну вот эти землю раньше с деревни здесь заканчивалась и здесь были земли сельхозназначения этих землях нельзя было ничего строить но как я говорил в ранешних видео земли сейчас перевели эти земли перевели перешли в земли деревне и сейчас они на них можно строиться на них можно строить дома жить работать на ранее вот участок рады надпелись в прошлом году здесь один молодой человек купил житель деревне житель города омска и вот здесь нравится делать свое родовое поместье домик поставил такой небольшой но говорит все это в будущем потом я это все дело построю как говорится москва не сразу строилась природа красивая так так сейчас мы развернемся поедем назад там вот зона отдыха здесь мы берем грибы и ягоды здесь мы берем грибы и ягоды земляника черника брусника и сосновый лес самый почему сюда и люди едут наверно может быть последние деньги какие-то отдает или какие-то средства стараются приехать потому что здесь сосновый бор который действует успокаивающие на легкие на организм человека хорошо дышится вот он вышел сразу сосновый бор этому бору вы это в районе 160 лет потому что грибы возраст этого леса 160 лет потому что вроде кажется они тоненькие но на самом деле как рассказывали рассказывал мне один бывший дедушка царство небесное говорил что здесь когда когда он был маленький они ездили заготавливали древесину и они тогда уже были тогда восемьдесят лет назад ему сейчас это 90 лет он уже стоял так он уже такой стоял и они такие были тоненькие вот так сказать корабельный может быть есть корабельные мачты вот деревня здесь раньше старые времена здесь были ворота ворота закрывались ну это сейчас со временем конечно это все ушло в прошлое здесь ворот уже не стало когда в старые времена когда еще деревня так сказать была не такая знаменитая ну а здесь вот заезжаем едем пожалуйста по правой стороне здесь тоже новые дома вот они сейчас что-то не пожилось новым колхозникам так сказать и продают хотят уехать дома здесь периодически продаются есть много домов на продаже что продает что двигает людей продавать дома в этом месте не знаю даже затрудняюсь ответить кто-то хочет помочь своим родственникам кто-то от старости кто-то еще причин очень много разных различных поэтому вот так это все и дело и происходит здесь улица центральная песчаная улица летом сейчас не песок до очень большой песок много людей очень ходит летом жару босиком потому что по песку в городе песка-то практически наверно нет в городах там городе босиком не ходит у нас ходит здесь вот дома старенькие у нас кое-что подделывались перекатывались как ранешние старинные времена разбирались собирались перекатывались и вот буквально несколько лет назад пошли новые материалы стали перекрывать свежим шейфером таким зеленым и покрывать красками так слева от нас вот ашрам бабаджи вот они здесь проводят он внутри дома дом ритуальные ритуалы волица кто хочет зайти да кстати в моем плейлисте там посмотрите в ранешних видео там есть обзор ашрамы когда там приезжал один дяденька смотно он должен он строится разобрали старый дом полностью это все как здесь у нас построили здесь лавка белый таро работает летом зимой зимой здесь люди очень мало здесь у нас садку гостиный дом до двор и дом ли тоже у них есть сувенирный магазинчик здесь центр холецистической медицины занятий йогой и так далее тоже приезжают принимают в этом году зимой они почему-то ну нашлось человека и они заморозили на лето да еще там река у нас да там еще река прям вот тут за огородом это вот наш магазин и там вдалеке тоже еще вот и все магазины продовольственные так едем дальше по улице центральной у нас лепили таких вот дяденьку с тетенькой да защитника и берегиню есть у нас такие рукодельники вот тут жилые в основном дома сам центр это мы уже проехали да вот можно увидеть что здесь вот где-то в каких-то местах есть пустые пустыри то есть ничего не что-то растет ничего нет дома земля здесь проданы земли продаются покупаются такой интересный забору люди у нас такие творческие творческие во всех направлениях творческие здесь чьи-то это земли чьи-то участки кто-то хочет построиться кто-то проводник переправа летом все это оживает весной весной летом осенью это как-то все запухает зима зима очень жесткая морозы доходят до 40 это все улица центральная зимой до 45 доходят морозы ну редко но раньше было часто сейчас лет глобальное потепление видимо складывали потепление дороги чистятся у нас очень замечательно хорошо так что вот снега нынче мало если такие вот нам пустующие продающиеся продающиеся не просто дома продающиеся участок дом с участком так что вот так да это наша школа вот вот вы скажете мистика не мистика связано очень много интересных историй несколько лет назад шаровой молнии ударила в школу в крышу и она загорелась от чего ее потушили не знаю загорелась она от шаровой молнии от удара шаровой молнии от людей потушили то ли люди это потушили то ли от того что три раза вокруг с иконой прошли прочитали молитву и это все дело было потушено так вот здесь у нас кочегарка раньше была кочегарка в советское время подземные и как раз напротив этой кочегарки был старый клуб деревянный потом клуб снесли и построили залили новые железобетонные в этом здании что у нас находится центральный вход клуб сбоку фаб сбоку фаб и с другого боку у нас библиотека действующие действующие клуб действующие но и по почти действующих там памятник у нас здесь у нас висят выборы прохта пройдут это сейчас мы видим тоже время прямо это все у нас улица центральная она очень длинная у нас здесь получит федор федор иванович гребнев будет выреза вырезан орел сверху поставят орла на эту сосну ему было видение задумки у него орел то что кто-то там ему явился тут она стала помуже улицам двигаемся дальше вот он убирает люди колоночки у кого-то подведенного до домой кто-то так здесь вот у нас такой вот за страха не приехал замутил тоже собрали забором большим как как за высоким забором не беспокоили астраханец здесь вот тоже новый дом да здесь северянин позже ну сейчас удар эту дорожки нет он летом основном приезжают данное лето построил такой здесь каркасный дом каркасный дом каркасов пирамида там они вот тут тоже лавочку да тут тоже нервные как близ вичка андрей лесовик его есть контакте своя группа а то прямо если прямо ехать но мы уедем прямо в в речку а вон вдали и он слон нарисован на дождей приближу на ворота там тоже у нас это мамонты наверное ну наверно да мамонты стал бы там резные если видно не там живет как живет присматривать за домом тоже мастер владимир константинович самсонов да он очень такой вот мастер по дереву вот это здесь заканчивается улица центральная и начинается улица кирпичные или как по-другому раньше деревенские называют карабах не раньше сейчас нашел с карабахом она здесь правило когда-то стало расширяться советское время до картину до стали строить квартирные дома а там вот налево чем наш знаменитый сейчас туда не пройти летом сейчас не пройти к делает петельку так так едем по улице советской личный это самый верно ну коротенькая у нас учетом к это кирпич это как мельничный но там вообще один дом и ну да тоже люди воду набирают тут тоже у кого-то проведем кто-то дрова колет мансор двухквартирные дома техника возле дома кто-то работает ноташка что тетя галь моя тетя это вот гостинный дом как у него такой большой сколько тут домов два соединили два дома две квартиры соединили в один и вот пускают туристов приезжайте добро пожаловать все удобства данном доме людей техника там тележки какие-то сейчас какая работа стиле вот тут вот дачники живут у нас тоже заборами загородились дедушка работник силовых структур вышел на пенсию и уехал в отдаленные местечко и живет здесь пожилая когда выращивают соленья делают живут это вот новостроенный дом тут вообще домов не было это все построено а и вот эти домики это гостиный двор садху вторая половина его одна половина находится на центральной а это вот часть другая здесь да 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 совершенно верно чайный дом у них как farmer чайный дом да его чай собирают сушат пакетируют пакетируют упаковки делают да и на продаже на продаже да там, там, Саняк выглядывает за заборами здесь он срубы делают срубы делают Тут у нас тупик на машине Там дальше мы никуда не уедем Разворачиваем Огороды Развеешь? Ничего страшного Там машины стоят Тоже люди останавливаются отдыхать Не только чай делают Вот такие домики у них Летом у нас оживленные деревья Много народу приезжает Там тоже у нас река Вон за теми березами Да, те березы Березы это уже на той стороне Такие И все у нас кирпичное Азад поехали Да, это кирпичная улица Вот там вдали Синевея и Турман За рекой далеко Кирпичная Есть пустые дома здесь Пустые квартиры Ну здесь Здесь на этой улице дома не продаются Продаются там Здесь снегу Гостиной Дома укунила Приезжайте отдыхайте Да, добро пожаловать Метелка кверху Чтоб деньги велись Да, все это вы знаете Смеешь, деревня живет Да Ну и веник переворачиваем Ставим вверх тормашками Чтоб велись деньги вверх Ну там утюг Туда Вон там берег Чуть-чуть видно Реки По той стороне Скажет Опять снимает ящики Снимает точно Снимает вот Может в Крестово живет Ну там Пирамиду чуть-чуть видно Любят у нас люди пирамиды Да Пирамиды Существуют Различные версии Легенды Что пирамиды Дают Там какую-то силу Что-то там еще позволяет Там Повышают Октановое число бензина С восьмидесяти до девяносто пяти Заряжают энергией Очень много различных версий Так что вот так вот Угу Как долго стоят Вот разговаривают Да Тут вот дом Там никто не живет сейчас Сейчас мы поедем на улицу Это она тут стоит у нас связь местами Мира Мира Тут вот Эль Кендерский Да Просто здесь дом разбираются А здесь дом разбираются Здесь разбираются Здесь разбираются Тут все были огороды Все картошку садили Гектарами Да Сейчас никому не надо Это улица Мира у нас Она такая старенькая улица Не сильно широкая Не сильно широкая Да У нас широкая Тоже тут Где-то Дома заброшенные Где-то Обновленные Где-то строятся Да Да Не совсем умирает у нас деревня Да Она видоизменяется Происходит синтез такой Переходит она в другое состояние Как бы Летом она оживает Хотя это Наверное И все деревни Так Летом Летом оживает Все Начинаются стройки Какие ворота у нее красивые Да А зимой это все Дело как-то Вот Тоже северянин приехал Купил дом Строит Утихает На пенсионном возрасте уже Да Зачем город? Все в деревне Здесь вот тоже Здесь вот местные жители уже Да Как бы молодые строятся Не все молодые уезжают в деревню Да Нам сказали Зачем нам город этот Мы лучше будем жить здесь Да Мы построили такие дома И живем здесь Песочка Пап 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 Тоже она не сильно длинная Улица Мира Да Она не сильно длинная Улица Мира Да Райский городок Городома Городома У нас тут свои Названия Ха-ха-ха-ха Да Угу там у нас тоже дом как бы на отшибе стоит тоже с этой стороны березы, а с нашей стороны хвойный лес да, все верно это вот новое строение, баньку они делают такую, замутили сверху будет мансарда жилая, а снизу банька такая ну они все в основном строят двухэтажные да мы то привыкли с одним этажом, но широко да, вот это данное строение райский уголок они тоже пускают людей, туристов коз держат да, коз держат продают козьи продукты, молоко и другие молочные изделия из козьи отбросы это летом вокруг у нас тут объедешь, а тут приходится ворачиваться по этой же улице да, да, да они по дому по дому, они живут в другой дом сдают или живут работники или живут работники, да семинары, тренинги очень много Баба Физа живет наш предприниматель деревенский Олег да собачка не знаю только подъехал ушли ушли тоже бабушка живет здесь у нас с Ялты живут очень давно уже они как бы уже укоренились продали в Ялте квартиру коровку держат да и приехали сюда здесь живут не старые, молодые еще да, молодые да вот такая у нас небольшая деревня проживает где-то в районе 280 жителей около 50 дворов около я не говорю точно а вот здесь смотрите очень старый дом разбирает куда его разбирают не знаю очень старый лес вон какой лес старый, толстый и хороший он еще пусть он это разбирает не сможет быть сгнил наверное будут что-то ну и место а здесь в Кубани живут у нас Вова да тоже очень давно да тоже очень давно прилично тоже очень давно да о, это кто к нам в Куб приехал ты это кто что он хочет проголосовать не знаю Женьки туда в библиотеку пошел 20 минут это избирательный участок наш у него машинка какая-то другая да школьная гора называется там речка вон сразу да, очень многочисленные исследования да здесь археологи у нас делались, проводились это здесь на школьной горе вот мы выехали опять на центральную улицу да ездим по улице центральной сколько у нас осталось? зеленые? да, у нас осталась зеленая улица какие? жилые улицы это центральная мира кирпичная и зеленая да, они в принципе все ну много населенной улицы помельничная улица придорожная еще ну там один дом стоит тоже новый построенный потому что и названия нового не было никогда такой улицы улица Мельничная сейчас мы выехаем на развилку и покажем улицу зеленую вон он наш борт видно вдали да это вот там праздничный лужок вот там, да где проводятся различные триканы по нашей улице вон забегали в магазин в магазин свет приехал в магазин один магазин и здесь вот в этом здании два магазина вот и все наши магазины продовольственные сувенирных лавок у нас очень много но работают они в основном в летнее время да ну если вы захотите зайти попросить по индивидуальному заказу они конечно же вам откроют сможет или откроют или да может у них дома товар где-то там дышит так это у нас выезд из деревни но мы повернем сейчас в одну часть зеленой улицы да это не вся зеленая улица нет нет тетя Лариса так вот тут она такая дома подальше от дороги находятся двухквартирные тоже колхозные наверное время строенные да 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 а здесь вот дома такие до колхозного или как там это тоже колхозные были дома но их просто перевозили ха-ха-ха ха-ха ха-ха пищи пищи че скрыг скрыг вырежешь потом это все дома это все мое родное да 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 так так мы понастроили раньше машин то особо не было ни у кого да да одни кони бедновато жили кони и люди были да и коней запрещали в советское время это потом уже с приходом брежнева здесь как-то стали стали разрешать скотину держать вот вот у нас горку какую нынче возвели тоже вторая горка тоже строится подстраиваются вон настилом все застилает забор и все потому что вот там стоят дядя дядя Саша да с агрономом так что мы здесь развернемся ну вот там он у нас ну давай у дяди Саши заворачивайся там вдали дом там улица мельничная да там построили один дом ну а участки перепродали вещи продается но участки есть свободные там и как администрация так и продает участки так и частные лица снега у нас мало нынче но больше бывает снега мало да ну еще это куча это куча не снега это куча дров половина марта еще так что еще половина марта он может быть и наметет да хватит уже да это тоже вот куча не снега а дров да дрова заготавливают осенью и на следующую на следующую зиму как бы а не на эту сейчас вот растает они сложат их свозят подсохнут маленько подержат и уже к следующей зиме готовы а вот это что за бочка ну-ка расскажи это водопроводная бочка раньше водопровода не было в деревне но они стояли бочки и в них в них скважина у каждой бочки да у каждой бочки скважина была накачивали бочку и зимой разбирали но они как бы в рабочем же состоянии сейчас в советское время провели водопровод выкопали подземные и стали так сейчас мы тут у нас был ток раньше зерноток да с развалом СССР с приходом вот такой вот таких лихих девяностых это все было разрушено металлолом вырезан сдан сушилка была сушилка я даже практику здесь проходила да все это было вот и дворы наш тоже да и сейчас везде и а эта улица у нас придорожная ну вот тут тоже дом поставили здесь вот в целях принятия отдыхающих тоже можно летом он работает сдается комнаты купечки потому что нет а зимой наши фермы да я думаю что они везде сейчас вот такие наши советские фермы стоят да 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 вот именно такие а может там уже где и не стоят уже один фундамент да все это в таком состоянии здесь мы картошку садим родителям да здесь мы садим картошку такой огород я упоминал в начале наверное видео или в предыдущих роликов что площадь деревни расширилась вот пожалуйста снимите вот эти поля раньше справа слева все это дело обрабатывалось сеялось эти были земли сельхозназначение сейчас их перевели в земли деревни и на этих землях свободно есть участки свободные можно нарезать хоть гектар хоть два гектара хоть три хоть десять можно нарезать покупать по каким ценам цены я правда не знаю но цены есть в интернете есть цены в администрации нашего поселения можно приобретать все вы знаете по обращению для себя для тех кто хочет это все дело поехали назад так сейчас мы еще проедем соседнюю раньше деревню раньше была соседняя деревня два километра от нас она называлась юртбергамак она раньше принадлежала не нашему району принадлежала держит скому району раньше был держитский район советское время то есть это евгащина на другой стороне ертыша как это часть одна тут да одна часть другая другая там но потом потом ее передали в наш морденцевский район и нашу эту деревню юртбергамак в ней жили преимущественно татарское население татары которые работали и обучались дети обучались в нашей школе в совхозе в нашем работе не в совхозе в колхозе а работники мужчины и женщины работали на фермах и на тракторах на ферме нашей и на тракторах нашей деревни сейчас мы подъедем сколько примерно? она два километра здесь очень хорошая дорога буквально его этот асфальт клали последние месяцы перед тем как развалиться советскому союзу было это все запланировано расплачивался наш колхоз имени Избышева ну качественно положили да клали его на землю на голую в два слоя без щепня и ну делали наверное так хорошо на совесть и на совесть материалы были качественные все зарастали все поля и до сих пор он дюжит в этом году планируют ямочный ремонт дороги в нашем направлении в нашем направлении в нашем направлении выборочный ямочный ремонт вот тут тоже мы по ягоды ходим по грибы у нас все близко пешком вышел из деревни в лес у нас много лес попилили конечно ага тут дорога тоже есть ну там тоже у нас как бы деревня оживает да сейчас юрты а новые называют юрты вообще-то юрты 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 Бергамак это бывшая татарская деревня юрт Бергамак она вошла сейчас на эти земли вошли в земли нашего дома то наверное все перевезли туда в деревню поселения да дома перевезли в деревню что можно было продать продали а тут уже новые бывшие старые хозяева ну а здесь участки были свободные и вот они построили кто-то стал строить там земли здесь тоже все разобранные какими-то людьми участками летом здесь тоже оживает жизнь приезжают люди отдыхают здесь более как-то поспокойнее ну а дальше людей ну а зимой здесь как-то все это дело утихает света здесь еще нету не проведен свет электричество так что тут спортанские такие условия да 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 но речка близко если водоснабжения тоже нет и отличительная особенность этой деревни здесь есть действующие колодец да на 8 метров люди живут вон дым идет зубой даже зимой живут же люди живут люди без воды без света ну вода вон река рядом да люди живут без воды без света так сейчас мы развернемся вот старые заброшенные дома ходить здесь очень опасно где-то погребов можно провалиться трава высокая не видно ну мы наверное не пойдем в гости нет так друзья возвращаемся домой кому будет интересно населенную еще вторую часть не посмотрели возможно мы вам покажем конкретные места именно ну там землянки нарыты у многих да то их тут сейчас не видно землянки да и тут живут люди кто хочет удалиться от внешнего мира от суеты мирской всех благ да ну на самом деле электричество у них есть где стоит солнечные батареи питает аккумулятор стоит преобразователь который даже так вырабатывает вот эти современные технологии ну зачем ты это говоришь ну электричество им хватает для того чтобы ну телевизор они не смотрят только зарядки телефон 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 он пользуется интернет питание холодильника тоже нет да холодильника тоже нет ну сейчас зимой холодильник такой вот альтернативный альтернативный путь тот кто хочет уйти от всех благ пожалуйста приезжайте тот без света живет да со свечкой или с лучиной да ну по самом деле ребята молодцы духом не падают да а то все плохо живем плохо живем нет каждый каждый выбирает для себя лучше всех мы живем мы сами себе делаем кто-то хочет уехать кто хочет тот уезжает в суеты уезжает сюда здесь живет а чтобы лучше жить нужно что делать работать да да иметь оптимизм да иметь оптимизм и работать а не будешь работать никакой тебе дядя не поможет да не будешь работать дядя не поможет да так что земли свободные земли добро пожаловать продавайте квартиры приезжайте стройтесь лучше не продавайте живите да ну почему потому что тяжело жить в деревне ну а как как раньше жили как раньше люди уже люди не те Вова нормальные люди те люди просто немножко изнежились не изнежились но уже физически не такие как раньше были в физическом плане не не они все конечно далеко это или близко два два километра в принципе они пешком ходят пешком ходят это так как в городе между остановками одна остановка вот и нет между двумя сторонами а вот пожалуйста посмотрите один молодой человек у нас приобрел автокран свое пользование личное приостановить и строят рубят дома на заказ летишь покупает лес в автокран это там далеко стой фото я же не могу но это вот там вот он там строит дома это уже у него какой-то второй мы сняли едем дальше вот 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 деревне надо пахать не в том смысле как на тракторе пахать чисто это физически пахать человек ну хотя это сейчас воду проведешь в дом только что дрова а можно цвета газа у нас нету цвета только если получше а то таскаешь таскаешь эту воду для скотины конца и края нет утром таскаешь в обед таскаешь вечером в деревню место сейчас сейчас конечно нам нам полегче стало дай вот мы въезжаем в деревню в деревню в ту сторону сейчас повернем на зеленую другую на улицу в деревню у нас идет где же без серёги без серёги никак да серёга на улицу хом здесь как бы ток был гаражи да зерносклад баскарду а с этой стороны садик вот это был да бывший садик потом его продали под шло идём на Souden да Там гаражи, здесь вот тоже землю отмерили, домик поставили Да, здесь это все тоже пустыри, это все чья-то семья Кто-то строится, кто-то не строится Это контора Кто-то по различным причинам Здесь был связь со всеми Тут в основном двухквартирные дома идут у нас Там вот тоже еще горка есть, где такой детский городок Вот такой детский городчик Жители тут Поставили Там мера Тут вот все огороды, все картошку садили Что-то тут с ней делали Ну что ли? Что? Вот смотрите, стоят антенны Такие антенны стоят практически у всех Интернет Это интернет, да Кого робиком, у кого квадратиком Кого робиком, у кого квадратиком Потому что связи официально в нашей деревне Нет деревни У нас покрытие даже 2G Неустойчивые связи, да Покрытия нет Ну ловится Ну чем не фантастика? Ставят Ну чем не фантастика? Говорят, нет ничего Нет мистики Есть мистика, нету покрытия Ну ловится 3G 2G Ловится, хотя нету 3G 3G, да У кого-то за 64 Не знаю Откуда-то вот вытягивает Да Вот эти квадратненькие антенны Очень хорошая антенна Они на сколько? На 30 км Даже больше Берут Ну так, заявлены они там До 25 Хотя Может быть и Остановка Остановка Товар привезли в магазин Так выглядел Вот связь ловит Тут вот точно берет У нас повыше И берет Где-то даже для сотовых У нас антенны стоят Потому что дома не везде Ловит Там река Да Так, ведь Сейчас поворачивай На центральную Димка бежит В магазин, наверное И кошка тоже чья-то В магазин Нет, она В сувенирную лапку пошла Вот такая, друзья У нас деревня Такой обзор Наверное, получился Очень длинный 54 минуты Ну вот Фактически целый час Шрам Еще раз Тоже мастер по дереву У нас живет Там дальше Кришнаиды живут На улке На огородах Но туда не проедешь Туда только пешком Приехали Так, что смогли мы То показали Голос за кадром Моя супруга Елена Степана Не надо меня Представлять С вами был я Владимир Белов Всем удачи Пока-пока Подписывайтесь на канал Будет интересно С вами был Владимир Белов И моя видеокамера Сони И моя видеокамера Сони, да Да Ну все Пока-пока Приехали